9 глава книги Птие и здесь читаем с 18 текста. Сыновья Ноя, вышедшие из Ковчега, были Сим, Хам и Отец. Хам же был отец Ханаана. Синий трой были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ноя начал возделывать землю и дасадил виноградник, и выпил от вина, и опьянел, и лежал обнаженный в шатре своем. Увидел Хан, отец Ханаана, на готу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим, Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ноя проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал, проклят Ханаан, раб рабом будет он у братьев своих. Потом сказал, благословен Господь, Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовы. Ханаан же будет рабом ему. И жил ной после потопа 350 лет. Всех же не иного их было 950 лет и умер. Итак, вот эта вторая часть из книги «Бытие» повествует о ситуации необычной в себе. И люди даже говорят, как мог ной напиться? Как мог ной лежать пьяным, обнаженным? Что это вообще за ситуация? Зачем она написана в Библии? В общем, куча вопросов, да? Такая история не бросает. Но я вам скажу, что эта история правдивая. Патриарх ной пережил вот такую неприглядную историю, стыдную даже. Некоторые люди говорят, были ли все праведные патриархи безгрешные? Я скажу, нет. Люди говорят, почему Бог не сказал? Но и что он не прав. Я вам скажу, Бог много вещей не сказал. Не все ситуации в Библии разобраны. Не на каждую оплошность. Бог тут же кричит. Не на каждую оплошность. Но почему-то в данном случае так глубоко не осудивное, мы видим, какое сильное осуждение хам и хана. Давайте разберем. Давайте попробуем убедить, что здесь произошло. Первое, это то, что Ной, написано, начал возделывать землю и насадил виноградник и выпил он вина. Мы знаем, что началась смена сезона. Правильно? Смена сезона говорит, что началось угадание. И надо было запасаться каким-то определенным продуктами. Он мог запасаться и виноградным соком. Виноградный сок пропал, он его выпил. Может быть, это еще не было в холодное время. Потому что он лежал обнаженный еще на земле. Но почему... Люди задают вопрос, почему Ной сделал вино? Может быть, можно было пить вино? Друзья, здесь не написаны многие ответы. Именно в этом тексте не написано все о вине. Хотите все прочитать о войне? Я говорю, читайте Библию. Там написано, что и вино глубливо, секера буйно. И напьешься, и будешь смотреть на жен чужих. И вино ужален, как асты. То есть, о вине много говорится. Что увлекающийся и не разумен. Ну, многое в Библии говорится о вине. Я говорю, нельзя только в одном месте читать о вине. Следующее, что мы здесь видим, это здесь не все сказано о вине, не все сказано о пьянстве. Следующее, здесь не сказано, что хорошо, что Ной выпил. люди которые оправдывают что можно выпивать говорят а вот и мой выпил я говорю а здесь сказано что это было хорошо что он правильно сделал не сказано я говорю вот смотрите вот ситуация которая вообще произошла связанная с вину с первым упоминанием потому что хотя или навайт упоминает о пьянстве до потопа но этот дух пророчества это для нас как для адвентистов понятный интересный как бы свет но для тех которые просто читают библию вот эта ситуация первая связанная с видом из пьянства скажите эта ситуация сделала но я здравомыслие здравомыслие сделала ли какое-то его поведение и вообще эту ситуацию лучше правильную все говорят в один голос нет но и правильно что-то произошло чего бы он не сделал будучи трез до последствия даже у первого человека 950 лет представляете какая могущественная система организма иммунитета и ту алкоголь вырубил что он не собладал собою упал обнаженный друзья я не берусь сидеть ни о чем я говорю сейчас об алкоголе не берусь сидеть о климате не берусь сидеть я тогда не был сейчас мы на суд алкоголь как развешиваем может быть до потопа не было брожение и может быть трудно вы загадываете некоторые люди предполагают что не было ферментации не было процессов гниения я вам скажу где есть смерть там есть гниение потому что начали листья падать начали животных убивать после грехопадения теперь если вы мне скажете что дальше люди задают вопрос связанные с биологией а как же происходило в земле разложение гумуса или как питались растения заложил ли бог вечные минералы в землю я задаю этот вопрос богу я говорю спросите у него он он биолог он химик и как это было не только до потопа а до грехопадения знает только поэтому явно эти вопросы заранее не знаю александр что-то хотел сказать об алкоголе а силе его иммунитета да мы не знаем мы не ставим действия алкоголя во первых было темно мы не знаем друзья а что алкоголь показать в голове мы не знаем он мог выпить ему могло показаться что уроду интересно это его состояние объявление было первое в его жизни состояние ну первое в шатреле конечно да друзья где он был это вопрос теперь какое это было состояние мы не знаем мы вот видим ситуацию скорее всего это первая ситуация потому что написано что он возделывал и насадил виноградник и выпил он вина и опьянил то есть как первый случай описывается теперь лежал в шатре то есть видите где он кушал он не ходил говорят с бутылкой по новой земле нет он виногдома покушал и выпил его начался процесс брожения уже не не в вине а в его организме и он отключился отключился в шатре теперь что еще мы видим как мы видим алкоголь победил первого человека смотрите я хочу сказать какой бы сильно не было ради человека алкоголь сильнее поэтому когда люди говорят да я да мне ничего да я могу и посмотри какой был человек великан исполин и мозги вырубились все зависит в химии химия это спирт до алкоголь а в голове у нас белок спирт растворяет белок поэтому друзья спирт это яд для нас бог не создал для нас спирт чтобы мы там умирали но возвращаемся дальше увидел храм отец ханаана на году отца своего сразу хам и ханаан вместе скорее всего что у хама появляются дети и уже здесь известен сын хама и хам и ханаан в паре люди предполагают следующее что раз бог благословил хама сима хама и афета и самого ноя после потопа нельзя было проклинать хам и проклиная ханаана как бы и проклинается и потомки и хам и ханаан я не берусь судить вот эту всю такую цепочку я хочу сказать что у хама есть ханаан но здесь мы видим вот такую еще взаимосвязь что хам который зашел к отцу или узнал или увидел или искал отца почему-то отца долго не было узнал эту новость он начал рассказывать двум братьям в тоне который был я не хочу сказать что что-то вообще произошло страшное что он оскорблял своего отца что он еще что-то здесь потом написано это когда мой проспался и устал что сделал над ним меньше сын его а что меньше сын сделал вроде бы ничего такого страшного он рассказал о своем отце может быть на смешливом виде эту историю скажите а кто из нас не рассказывает на слабостях один другого окей окей может быть осуждал но осуждал не осуждал но он рассказал а они два брата пошли покрыли своего отца кто из нас не разговаривает не рассказывает о недостатках родителей своих с улыбкой с насмешкой я вам скажу что здесь библия не говорит нам о пьянстве наших правителей о каких-то страшных и грехах она говорит о непочтительности которую в принципе имел право проявить хам библия недостатки своего отца а бог не дал ему этого права и я как ребенок я тоже хотя я как отец могу сказать своим детям сейчас я говорю для себя как для ребенка мои родители живут и я понимаю знание их недостатки а я с возрастом узнаю их недостатки даже и родители не делятся своими слабостями но если во мне появится мысль унижающей достоинства и вызовет непочтение я нарушу заповедь 5 говорит не слушайся а почитай почитай это больше чем слушать почтение это какое-то глубокое уважение даже если я знаю что мои родители слабые или больные неужели действительно нельзя увидеть а как бы нет многие люди говорят парализованными детьми родителями когда дочь ухаживает за маму или точно же ухаживает за папой парализованным потому что мама не стала а сына нет я вам скажу не греет видеть на году родители когда ты ухаживаешь за ними в смысле когда ты вынужден заботиться и выполнять чисто чисто жизненные какие-то это давно в этом ты проявляешь почтение потому что текст который последствий появляется книги и исход не открывая нога ты отца твоего там дается в смысле кровосмешание с родителями кровные связи родители и дети дети и родственники тети и дяди поэтому вот этот момент обнажение и вот этого отношения сама учит нас не просто в данной ситуации бог говорит что-то увидел ребенок все друзья ведь мы кормим ребенка мама но вырастая ребенок не видит уже груди нас здесь бог какую-то мысль нет не просто как ты ничего не должен увидеть почтение что он вложил нас и вложил такое почтение у ребенка его родителям которая заставляет его ребенка вот это почтение относиться авторитет родителей как авторитету бога поэтому проклятие первая хама появилась как проклятие адама бога